Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Галяевич, компания FreshForex. Сегодня на втором, 16 августа, мы начинаем вебинар ежедневный обзор рынка. Из важных событий сегодня необходимо отметить данные по инфляции в Великобритании за июль, которые будут обвекованы в 11.30 по Москве. Также в полдень московскому времени в Германии мы получим данные по индексу ZW за август и в 15.30 по московскому времени данные по инфляции в США за июль. То есть сегодня день очень интересный, будет много статистики. Статистика по инфляции в США и Великобритании. Инфляция очень важный индикатор. И таким образом именно отчеты инфляции сегодня будут и определять эффект торгов на валютном рынке. Если мы увидим хорошие данные по инфляции в Великобритании, то есть лучше прогнозов, лучше прогнозов, то такие пары, как фунт доллара, фунт японской иены могут продемонстрировать рост котировок. И, соответственно, при плохом прогнозе данные валютные пары, фунт доллара, фунт японская иена, фунт канадский доллар, они будут снижаться, потому что в Великобритании сейчас очень много проблем, связанных с Брэйзиком, с выставом Британии изъезд. И, соответственно, новые плохие данные будут только лишь усиливать снижение британской валюты. Что касается Суду за W, то этот отчет уже окажет влияние на пару евро-доллара. И, соответственно, если мы увидим хорошие данные, то есть намного лучше концентра прогноза, то евро-доллар может подрасти, пункт на 50 от точки, когда будет опубликован отчет. И, соответственно, если данные будут очень плохие, шанс на плохой расход также есть, потому что Германия также спрадает от того, что случился Брэйзит, потому что между Великобританией и Германией естественные торговые связи, и, соответственно, Брэйзит показывает влияние плохое как на экономику Великобритании в первую очередь, но также и отчасти влияет негативно на экономику Германии. Поэтому, если здесь мы увидим также плохие данные, то здесь уже можно будет продавать пару евро-доллара и также ожидать ее снижения. И в 15.30 самый важный отчет на сегодня, данные по инфляции в США. На этот отчет смотрит ФРС при принятии решения о повышении ставок. И поскольку сейчас на валютном рынке есть слухи о том, что ФРС может повысить ставку уже 21 сентября на ближайшем заседании, и таким образом, чтобы ФРС действительно ставки смог повысить, необходима сегодня хорошая инфляция, то есть рост инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. Если сегодня мы это увидим, то тогда доллар будет укрепляться, то есть можно ожидать снижения пары евро-доллара, снижения пары фунт-доллара, рост котировок пары доллар-гена, также будет рост котировок и доллара по отношению к канадскому доллару, и пара австралийский доллар-американский доллар поет вниз, и также новозеландский доллар-американский доллар будет укрепляться снижение. Шансы на положительный исход очень высоки, потому что экономический рост в Соединенных Штатах ускоряется, то есть растет занятость, растет доходе населения, а эти все процессы в конечном итоге способны рост инфляции. А рост инфляции вызывает рост процентной ставки ФРС США, который в свою очередь способен к укреплению доллара. Вот такая здесь взаимосвязь, поэтому если сегодня мы увидим сильные данные, тогда можно ожидать хорошего укрепления доллара против основных конкурентов. Уважаемые коллеги, завершаем наш вебинар, благодарю всех за внимание, желаю всем успехов, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok